Сегодня о коварстве льда напомнили рыбакам. Любителями зимней ловли усыпан снежный ртыш. Однако морозное хобби вполне может закончиться неприятностями. Снегоход чертит себе дорогу посреди широкой акватории ртыша. Инспекторы спешат к многочисленным рыбакам, а те прокладывают свой путь. Ледобором они добираются до воды. Виктор берет памятку безопасности и докладывает нам о глубине твердой толщи. А вот у соседней лунки рыбак куда менее разговорчив. Александр даже ругается. Рыба тишину любит, а вы тут и ездите, и ходите. Какая безопасность? Лед уже метр. Клюет? Не клюет. А вообще улов нормальный у вас бывает? Или так, две-три рыбки? Две-три и ни одной. То есть это для вас просто как хобби, увлечение? Да. Однако инспекторы настаивают на своем. Вода опасна в любом состоянии, считает Сергей Лазаренко. Он замеряет толщину льда. 60 сантиметров. И напоминает о мерах предосторожности. Лед еще больше хранит в себе опасности, так как снежный покров, чем вода чистая. И в принципе, выходя на воду каждый раз рыбаки, они рискуют своей жизнью. Потому что в черте города Омска есть всякие источные воды, которые подмывают лед. То есть он, скажем, менее тонкий, чем в зимний период. Этой зимой в городе обходится без происшествий на льду. Однако примеры прошлого заставляют инспекторов общаться с рыбаками. Возьмите, пожалуйста. Почитайте. С какой стороны вы тут? А вот, я спрашиваю. Как? Рыбалка? Ничего, хоть покажите хоть результат. Смотрите, какой подлещик хороший. Можно, да, достать его? В это время года здесь ловят и леща, и окуня, и судака. Зимой интенсивно кормятся до 35 видов рыб. Причувствие скорого улова рождает новый диалог. Где-нибудь клюет? Ну вот, мужчина у нас поймал целого такого. Вот так же широко расставлять руки инспекторы советуют и в случае провала льда. Самостоятельно удержаться на поверхности и без резких движений выползти – трудная задача. Поэтому спасатели просят очевидцев происшествий на воде. Быстро звонить в единую службу спасения по номеру 112. Евгений Нефанов, Виталий Двораковский, Антенна 7.